На аппаратном совещании в администрации района был рассмотрен ряд рабочих вопросов. Основной упор Иван Имгрун сделал на санитарное состояние территорий, подготовку к осенне-зимнему периоду образовательных учреждений и исполнение поручений. Информацию о результатах прошедшей санитарной пятницы и проведенных в субботниках в разрезе всех поселений района доложил начальник отдела промышленности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Особое внимание хотел бы ответить на территорию южно-северского поселения. Там в СОД Дружба и СОД Заря есть лесополоса, которая полностью завалена мусором. То есть это инстанционированный ослаб. Санитарное состояние с больших товариществ не удовлетворительное. Население в субботниках в участии не принимает. Более того, они даже не в курсе, что проводятся такие мероприятия. Проблема, которая есть на территориях, в бывших территориях СОД и ДНТ, также можно еще отнести это низкое качество электроэнергии, отсутствие уличного освещения. И термогенная обстановка, связанная с проживанием, либо с пребыванием на территории этих СОД, ну, лиц, наверное, неблагополучного категории населения. Системный подход и контроль за санитарным состоянием на территории поселения, в моем понимании, отсутствует. Тема, касающаяся СОД, ДНТ и так далее. Уважаемые главы, надо этими территориями заниматься. Там тоже живут наши жители. И вопросы организации вывоза мусора, и эти узкие непроезжие части дорог, где не разъехаться двум машинам. И система обеспечения пожарной безопасности. Особенно прошу обратить внимание в этот период. Вы знаете, что в ближайшие дни температура остается высокой. У нас практически возгорание почти каждый день. То травы, то домовладений. Особый контроль главы – все звонки граждан, поступающие на его мобильный телефон. Телефоны заместителей, а также руководителей структурных подразделений. Оценка власти дается именно потому, как власть реагирует на обращения населения, считает глава района. Ещё раз обращаю внимание на необходимость качественного рассмотрения всех обращений. Ещё одна задача – укрепить земельный контроль. Запустить процедуру расторжения договоров аренды земель, если они не используются. В связи с этим глава района дал новые поручения сельским администрациям. Главы, мы уже как-то говорили о том, что время обходов надо смотреть состояние приусадебных участков. И там, где они не обрабатываются, с этими людьми тоже, если они физически в состоянии, мы должны вести профилактические мероприятия, потому что они должны обрабатывать. А если там амброзия растёт, вы знаете штрафы, которые сегодня предусмотрены. Приём граждан – ещё одна тема, которая стояла в повестке совещания. Мы должны упорядочить систему организации своей работы и упорядочить работу с гражданами, которые приходят и обращаются. Люди должны знать, что у них есть два варианта. Они могут как через МФЦ подать заявление, так могут и в администрацию подать. «Главное не отсылать людей, быть максимально терпеливыми к посетителям, стараясь снимать напряжение в обществе», объяснял своим подчинённым глава муниципалитета. К 1 сентября все образовательные и дошкольные учреждения, а также жилой фонд должны быть готовы к отопительному сезону. Из всех поселений самая сложная ситуация остаётся по рязанскому сельскому поселению. Долги коммунального предприятия за потребление газа составляют около 2 миллионов рублей. До конца недели необходимо принять решение по погашению долгов перед энергоснабжающими организациями, дал поручение глава района. Наталья Пугачёва, Сергей Севастьянов, События и люди.